МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины приёмыня на телеканале Беларусь-Чатыры Гродно в студии Вольга Пеляншук. Витаю вас, заглядите сегодня в выпуске. 70% таких уровней замасования молодых кадров на першем працовном месте специалисты Держконтролю называются недостатковым. С причины перевышения утромания кишечной палышки санэпидслужбы заборонили купание у озера юбилейным Лягродно. Молодое старейшее поколение бойцов объеднау открытый диалог, присвеченный 60-ти годзю студотрадовского руху. Замасование молодых специалистов по размерковании в 2022 году в Гродинской области склало коля 70%. Такие лишь бы были огушены по выниках комплексной проверки и выполнения подпрограммы профессийно-техничная и среднеспециальная эдукация, Держпрограммы, адукация и молодёжная политика. От просовка размеркованных, а так само выкористания бюджетных, позабюджетных и инших сродков, накерованных на реализацию подпрограммы, такие пытания были разгледжены в рамках совместной коллегии Комитета державного контроля, у которой приняли удел Виктор Пронюк, наместник старшини Аблова Конкама, и кераунники установки эдукации. Один и доведенный показчик, выкананный у регионе в полном объёме, доля выпускников установки среднеспециальной эдукации, и ке навучались за кошты сродков бюджету. У особенных районах этот показчик складывается на узровне от 28 до 50%. А вось пытание замасования молодых специалистов на первом просовном месте в области было окреслено, и, как проблемное. В большинстве случаев они не доезжают. Молодые люди уже зачастую у нас ходят на срочную военную службу. Но, кроме того, имеются такие места факты, когда молодого специалиста направляют в организацию. К примеру, это было в Новогрудском районе установлен такой факт. Молодой специалист был направлен в сельскохозяйственную организацию по своей специальности, но там ему было отказано в связи с тем, что он не имеет требующейся квалификации. Ну, здесь, как говорится, вопрос уже даже больше может быть и к самому учреждению образования, как мы готовим этих детей, почему от них потом отказываются. Но есть такие моменты, когда распределение производится, тоже молодые люди приезжают к этому первому месту работы, но, опять же, им отказывают, и они перераспределяются на другие рабочие места. Есть, которые не доезжают. А кроме того, держконтролем нам звернута увага на проторминованную запозиченность по компенсации затрат бюджету на навучание молодых людей, яке не працуюсь по размеркованне. Яна узросла, означаю специалисты. На сегодняшний день двух выпускников, яке не отпрацевали установленный термин обовязковой працы, складает 3,6 миллиона белорусских рублёв. Практично 90% с этой суммы проторминованная запозиченность. Мы хотим предложить такое предложение по совершенствованию законодательства, чтобы те родители или взрослые, которые заключали первоначально договора на подготовку детей, чтобы они тоже несли солидарную ответственность. Потому что на сегодняшний день именно лист для возмещения предъявляется самому учащимся, потому что он у нас уже совершеннолетний. Может быть, тогда вот это поможет как-то решить немножко проблему. Кроме того, были установлены факты, опять же, нарушение бюджетного законодательства, это по содержанию учреждений образования, формирование штатных расписаний, формирование потребностей в бюджетных деньгах. Шпитализация завершилась и приготовление ежи для Жихара Гродна. Об инциденте стало ведомо от работников худкой медицинской допомоги, яке рассказали выротовальникам, что во установах о выздоровье доставлены мужчины 1970-го года на роджение с запеками другой и третьей ступени. Высветлилось, что Гродзенец готова на кухне. Увагу нечто оттягнуло, и в этот момент на им загорелась вопротка. С пожаром мужчина с долей справится самостоянно, медиков и выротовальников он не выкликает. Однако после самоотшивание погоршилось, и Гродзенец звернулся под опомогу до урачов. После огляду медицинские работники шпитализовали потерпелого. Купание на юбилейном озере Забарунино. Узятые специалистами санопедслужбы у одним из популярных у Гродзенцев водоеме пробы показали, она небеспечна для здоровья человека. У воде выявлено первышение утримания кишечных палочек. На подставе данных анализов санопедслужбой было принято решение об увядении забароны на купание детей и дорослых. Так само на озере нелько займаться водными видами спорту. Забарона дейничая у зоне купания сбоку оздоровленчика лагеря Зорка Юбилейная. Купаться на другим березе водоема, где находится выротовальная станция, дозволена. Нагадаем до селетнего купального сезона на Гродзеншине подрыхтованы 44 пляжи, где дозволены от пашинок. Сегодня отриматься салоду от водных процедуры солнца можно на 43. Наведение парадков на земле у нашей края не особливая увага. На Гродзеншине так само это пытание на контроле. В каждом районе распроцованы план мероприемствов, которые продуглеживают работы по озеленению и доброго парадкования территорий, взносе пустых домов, обсталивание детских гульнявых плясовок и не только. Будь подробя зна у традиционной рубрицы и комментарии дня. Наведение порядка на земле это комплексная задача, это серьезные поставленные цели. Они реализуются награниченным путем утверждения плана. На основании республиканского плана мы утвердили региональный план облсполкома. На основании областного плана планы утверждены в каждом районе, где доведены конкретные показатели, конкретные исполнительные определенные сроки выполнения. Что касается мероприятий, то они очень разнообразны, начиная от наведения банального порядка на территории населенных пунктов, благоустройства озеленения территорий, заканчивая сносом ветких и пустующих домов, приведения в порядок мемориальных комплексов мест захоронения, в том числе памятников Великой Отечественной и так далее. В общем, анализируя, если пять месяцев текущего года, то план мероприятий за исключением нескольких некрупных мероприятий в Ивевском районе, но эта текущая работа, она будет выполнена в ближайшее время. В общем, цифры этого года идут с положительной динамикой, удалось сделать многое, например, в рамках реализации плана обустроено более 250 детских игровых площадок, рекультивировано достаточное количество карьеров, затампонировано недействующих скважин, посажено более 30 тысяч зеленых насаждений, более 20 тысяч деревьев и 15 тысяч кустарников. Запланированы мероприятия, в том числе и на второе полугодие, с конкретными показателями. Сейчас, на сегодняшний день, просматривается безусловное выполнение плана, поэтому каких-то проблемных или нерешаемых задач мы пока не видим. Одном момент, на порядок навести нельзя, и этот процесс непрерывный, и это все мы понимаем, поэтому в рамках того, насколько хватает сил и средств, эти мероприятия максимально, в том числе и в населенных пунктах, закладываются. Если говорить про снос пустующих ветких домов, то достаточно большая работа в области проведена уже и запланирована на второе полугодие, поэтому постепенно мы, безусловно, наведем порядок, дойдем до каждого населенного пункта, но, безусловно, это не завтра, не послезавтра. Этот процесс достаточно длительный, но он у нас реализовывается и идет поступательно. Что касается раздельного сбора мусора, то это, безусловно, наша задача, я имею в виду органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, потому что чем больше мы разделим, тем больше мусора мы вовлечем в повторный оборот, а это основная задача. То есть, чем меньше его будет распределено неверно, тем больше мы сможем ввести в оборот. Поэтому задача контролеров и также задача хозяйственников сегодня это а. собрать мусор в местах санкционированного размещения, б. разделить мусор и вовлечь его в повторный оборот. В решении мероприятия по наведению порядка на земле задействованы практически все организации нашей области, начиная от системы ЖКХ, заканчивая сельхозорганизациями. В плане четко по пунктам разбито, кто за что отвечает если это сельхозобъект, понятно, что это будет сельхозорганизация, если это придомовая территория или установка допустим контейнера для сбора отходов, то это будет система ЖКХ. Что касается наших жителей, то мы постоянно находимся в контакте, в том числе в рамках наведения порядка на земле, как в нем, так и в разных акциях, поэтому любой желающий житель не только города Гродно, а вообще Гродинского региона, любого райцентра и любого населенного пункта при желании может связаться в том числе со специалистами и инспекторами наших региональных территориальных органов и принять в любом участии либо в посадке деревьев, либо в уборке территорий, либо в наведении какого-то порядка на водоемах и так далее. Призывать можно только соблюдать порядок, это самое главное, попросить граждан быть немножко бережнее к природе, по возможности убирать за собой, и самое главное, мы когда общаемся с людьми, мы не просим убирать за другими, мы просим убириться пожалуйста за собой, поэтому призываем к конструктивному сотрудничеству всех наших граждан, сейчас, например, проходит акция «Полеет дерево», вскоре будут осенью опять организованы посадки деревьев, поэтому призываем и приглашаем всех жаляющих не только поддерживать порядок, а еще внести свою лепту в общее дело. Областный форум «Ровесники молодой Беларуси» пройшел в Гродне. Масштабное мероприемство стартовало с диалоговой плясовки, яка объеднала коля 150 удельников одноименного суместного проекта областного совета депутатов и журналистов с розных кутков Гродинщины. До слова, форум стал одной из ключевых падей, промеркованных до тыдня молоди, что проходит в Украине с 19 по 25 червеня. А кроме того, дейлог подвел выники суместной инициативы, якая почала реализовываться 8 месяцев тому, яке агучили пионеры проекта и молодое поколение ровесники незалежной Беларуси. Татьяна Грышук, протягне. Як прагучала, 30 годзе один из важных этапов у житти кожного. А что гэта рубеж означает в разрезе краины для Беларуси молодой незалежной державы, якой исполняется селета 31 год, гэта час вялегих перамен и переутворениям. А життя влятих будут яны, инициативные, расшучшие, соправданные профессионалы своей справы. Керовники и представники депутатского корпуса, уладальники державных узнагород, квалификованные урачи, педагоги, спортсмены. Люди, которые планируют не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи и нашей страны. Вот в разговоре я им сказала, что вы всю жизнь будете ровесниками молодой Беларуси, сколько бы вам лет не было, потому что вы стояли у истоков зарождения своей личной жизни и зарождения страны. Но вместе с тем сегодня пришел такой этап, когда нужно подумать, а что ты, служа своей стране, готов отдать, а что ты оставишь своим детям, своим внукам и правнукам. Ведь уже подводя итоги своей взрослой жизни, ты будешь оглядываться назад и думать, я строил эту страну, а какая она зависит вот от них самих, от нас вместе. Каб на земле все отрымливалось, треба працовать с любою и сумленно. Гучить звезд нау ровесника молодой Беларуси, удельника молодежного форума Дяниса Бекрэня. За четыре годы на посаде головного агронома филия Ласкидельский и он заслужил повагу коллективу. Его компетентное меркование у агрономичных пытаниях увага до дробязей приносит плен. Саправдный новатор у сельско-господаршей сферы сирот запрошенных. Люди ценят, если я сюда попал, значит, что-то сделал в жизни, ну, точнее, не сделал, а делаю все правильно, если здесь оказался. Хороший проект, потому что узнаешь с различных отраслей разных людей, разных организаций, что молодые уже даже директора есть, где-то тренера, что мы можем что-то даже быть полезными для нашей страны, то есть нас ценят, уважают, вот это самое главное. На протягу многих месяцев журналисты пронемания у тымлик у районных газет снаемили чатачок с молодыми и талиновитыми сумленными людьми из разных сфер и на прамках деяности, безмежно улюбенных у свою справу. По воле лёсу особистая история життя редактора газеты «Ашмянский вестник» Марты Богданович стала адвустрованием идеи проекта. 31-годовая жахарка «Ашмян» поспела заявить про себя и набыть каштоуный опыт, яким готова делиться. Я лечу, что каждый человек отказе от залез нашей краины, залез нашей батьки с Шанином. Вельми важно провивать правильные ориентиры, вельми важно быть с такой правильной позицией, как бы наша молодь была такой. И этот проект так само показывает его головная идея, показать, что наша молодь она подкованная, она правильная, она шанует наши некие традиции и продолжает их. Задумывались ровесники, как летопись 31-го молодого беларуса, простовника уникального взрослого. Алиной сбитого особливых якостей значно больше. Тому было принято решение, проект обовязково повинен меть протяг. По словах старшини Гродзинского областного совета депутатов Алены Пасюты, еще многим достойным молодым беларусам есть что рассказать. 60 год беларускому студатрадовскому руху. Это тема оберковывали уделники открытого диалога, организованного Гродзинским областным комитетом БРСМ. Задным столом собрались те, кто стоял к левы току этого руху и те, кто протяг его традиции зараз. Сустреча отрималася щиро и корисно как для молодых так и ветеранов студатрадовского руху. Гэтый диалог отримался на самой справе открытым. Да щирой гутарки представников разных поколений были готовы все. И студенты Гродзинских университетов, и ветераны студатрадовского руху. Первые делились своими сегодняшними достигнениями. Другие рассказывали про свое молодежное минулое и давали парады, в том числе и наши. 68-й год это начало только этого движения. Все было впервые, все было новым. Поэтому было как-то интересно, естественно, необычно и очень серьезно и очень по-взрослому, я бы сказала. Встреча с ветеранами студатрадов мне подарила в первую очередь мотивацию, а также хочется узнать, как было 20-30 лет назад, 40, ну, даже больше, для того, чтобы понять и сравнить, как это было и как есть. 60 годов. Тые, кто мая дочинение до студатрадовского руху, отзначают, это не мало. По-перше, отрималась дать ему житие в начале 60-х и выпрацовать традиции. По-друге, отродить рух после развала СССР в 90-е и зарабить ведущим напрямкам БРСМ. На Гродинщине лепшие традиции молодежной организации студатрадовцев, как и по всей краине, узнавляли ветераны комсомолу. Это Бирюкова Мария Михайловна, зампред Гродинского обл. полкома, Пшеничного, она возглавляла направление в Ленинском райисполкоме, Климович Валерий Павлович. Это люди, которые смогли объединить молодежь и направить ее в нужное, как говорится, русло для нашего государства. Сегодня я восхищен той молодежью, которая продолжает эту работу, работу комсомола. Ветераны комсомола всегда рядом. Я горжусь нашей молодежью белорусской. Это лучшая молодежь. То, что некоторые хотят представить, что у нас развалившаяся молодежь, у нас прекрасная молодежь. И я глубоко убежден в том, что за ней будущее. С каждым годом интерес молодежи даст студатрадов расти. Кто хотя прасу их попрацовал, развитваться с рухом не хочет. Все лето на Гродинщине жадание провести лето у великой семи студатрадовцев выказали свыше с половой тысяч человек. Лия Мискевич, яка зараз курирует такую працу в медуниверситете, означает, студенты активно долучаются до руху. Я в прошлом году была в выездном отряде. И, наверное, за счет того, что мы жили вместе, у нас очень получился сплоченный отряд. Мы продолжаем общаться, даже несмотря на то, что сейчас мои девочки поедут в Россию. Несмотря на то, что другие остаются работать в Гродно, в других учреждениях, мы продолжаем общаться. И вот, наверное, такой пример, это не единственный будущим бойцам, будущим комиссарам, командирам стимул продвигать в принципе медицинские отряды и Гродненскую область. Сучасная студентрадовцы достойная измена по передним поколениям. Они умеют и працевать, и отпочивать. Да и досягнение в этом руху подтверждают. Сучасной молодью можно гонарыться. Нашим ребятам есть, конечно, чем похвастаться. Есть, что рассказать о своих успехах, о своих достижениях. Потому что неоднократно были признаны лучшими на уровне республики. И наш областной штаб также был неоднократно лучшим. Но, наверное, вот без этого опыта, без преемственности поколений мы не сможем достичь тех высот, которые могли бы достичь. Только диалог и только открытый повинен быть помеж поколениями. Тогда можно быть упевненным, что студентрадовский рух будет жить и развиваться. Молодость – это выдатно, но игноровать вопыт не треба, подкреслили в дельнике сустречи. Еще Ломоносов сказал, без минула гоня ма буду чыне. Сто девяностотры юные гродинцы провели восемнадцать дзен у дитяшим оздоровленшим лагеря Бяроска. Першая змена – спортивная, у рамках якой были сформированы семь отрадов з юнаков-дяучат, что займаются баскетболом, ветрозевым спортом, веслованием на байдарках и каное або боротьбой. Молодость участвует подшинку, чакали тренировки и насыщенная культурная программа. Кристина Шавялева расскажет. Першая змена уже на финише. У рамках змены были сформированы семь отрадов по баскетболе, ветрозевым спорте, весловании на байдарках и каное – боротьбе. Три тыдни пролетели и мгненно. Сумящая тренировки с отпочинком у ребят отремовывалася навыдатно. На протягу дня их чакало два практикованни, а у вечера агульное культурно-массовое мероприемство. Самые важные мероприятия заключались в торжественном открытии смены и закрытии. Также мы тщательно готовимся к 22 июня. Полная подготовка идет и вместе интегрируемся с спортивно-тренировочным процессом. Ребята участвуют также во флешмобах. Они готовили экопроекты по сохранению окружающей среды. Также ребята предоставили свой проект экореклам. З одного боку до территории лагера прилягает озеро, на яким что дня займалися яхтсмены и весляры. Материально-техничная база для юных спортсменов была умацевана у тымлику с допомогой профсоюзов. Рядышком с этим лагерем находится яхт-клуб и в прошлом году было приобретено два новых катера в яхт-клуб, сделан новый пирс, значит, отремонтирован домик, ну, более 150 тысяч рублей было освоено на ремонт спортивных сооружений яхт-клуба. И сегодня дети как бы получили достойные условия для тренировок. На водную гладь каждый день выходили десятки юных спортсменов. Тренировка продолжилася нескольких годин. Тренеры находили подход до каждого от початковцев до уже опытных яхт-клубов, которые выходят в сборную Украины. Дети разного возраста представлены. Есть дети, которые занимаются в секции буквально несколько месяцев. Это доставляет определенные сложности, потому что еще такой малознакомый ребенок, и вода еще тут, такой тяжелый момент, скажем. Но есть люди подготовленные, которые уже являются в разных составах в сборной нашей команды. И такие дети, они не только сами занимаются, но они еще помогают нам организовать вот этих детей, которые не знают как в корпусе дисциплины и так далее, на улице, в игры, так и во время тренировки. Очень нравится, лагерь тоже прекрасный, уже раз пятый езжу. Занимаюсь парусным почти 7 лет. Заняла получается четвертое место среди республики, там, среди мальчиков, среди девочек. Вот. Скоро поедем в Гомельное соревнование. Это будут вторые по важности соревнования. За 18 дней хлопчики и девочки астольки доужилась спортивная змена. Не только отпочили, а ле и значно полепшили свои покажчики. Первый заезд на финише. Як было проанонсовано, у дитячем оздоровленчем лагеры Бероска спортивная будет еще и опошняя четвертая змена. 700 годов бывает только раз. Лида все лет означает значный юбилей. И сделать это райцентры плануют гучно и ярко. Мероприемства у промеркованных до урочистости запланованы десятки и проводятся они на протягу всего этого года в разных сферах. Свою великую программу подрехтовали городские установы культуры. Они будут основными организаторами мероприемства непосредственно в дни святкования 700 годов Лиды 2 и 3 вересня. Если коллектив Палаца культуры взял на себе музычно-забавляльную участку, то Лидский историко-мостатский музей – навуковую и культурно-познавальную. С одними из самых ярких мероприятий планируется конференция совместно с Академией наук, круглый стол, встреча с археекторами и археологами, которые принимали участие в раскопках 80-90-е годы 20-го века. Также на территории Лидского замка в рамках замкового гостинца ждут различные мероприятия в выходной день. В основном это проекты, которые предполагаются для семейного посетителя. Нагадаем, 70-го Лида означает в вересне. Это будет великое гучное свято в делу, которым примут не только горожане, но и гости города. И на этом мы с вами разведуемся. Всего доброго! Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 где вагаться от 22 до 27 градусов тепла. У районных центрах 22-го червеня на дворье будет наступным у Великой Бераставицы, Ваукавыску и Слониме, каля 21 градуса тепла ранницей до плюс 25 днем и до плюс 23 вечером, пахмурна, невяликий дождь, ветер пауднева заходни 3-7 метров за секунду. У Свислычы прогнозуется, каля 21 градуса тепла ранницей до плюс 26 днем и до плюс 23 вечером, пахмурна, дождь, ветер пауднева заходни 3-7 метров за секунду. У Зельвесиноптыки абяцаюць, каля 22 градуса тепла ранницей до 26 днем и до 23 с плюсом вечером, пахмурна, невяликий дождь, ветер пауднева заходни 3-7 метров за секунду. У Мастах будзе каля 22 градуса тепла ранницей до 25 па ветра прагрееца днем и до 23 выше за нуль будзе вечером, пахмурна, невяликий дождь, ветер пауднева заходни, як ухудкасть 3-7 метров за секунду. У Шчучыне і Дятлаве термометры пакажуць, каля 21 градусы тепла ранницей до плюс 25 днем и до плюс 22 вечером, пахмурна, дождь, ветер пауднева заходни 3-7 метров за секунду. У Лидзе, Илгі, Воранове, Астравцы, Ашмянах, Смаргоні і Кареличах каля 22 градусы тепла будзе ранницей до плюс 26 днем и до 21 вечером, пахмурна, дождь, ветер пауднева заходни 3-7 метров за секунду. У Новогрудку чакаяцца каля 21 градусы тепла ранницей до 25 днем и до плюс 20 вечером, пахмурна, дождь, ветер пауднева заходни, худкасть 3-7 метров за секунду. Геомагнитная ситуация ў чатвер 22-го червеня будзе даволі спрыяльной. Сонічная акты унасті не перавысіць ў зровню невялікі геомагнитных хваляваннел. У заход сонца ў 4-1-54 хвіліны, захат ў 21-58. Светлавы дзень ў параўнані с ауторкам не изменіцца і складе 17-1-4 хвіліны. Па місяцовым календары – малады месяц. Адакладній 22-го червеня ў 7-1-28 хвілін пачынаецца пяты дзень місяцовыга цыклу. Чатвер будзе невельмі спрыяльным і даволі пасівным. Ні найлепшы час для пачатку новых праектаў і падпісання дамоў. Справы, звязныя з прыняцем лёсавых рашэнняў, так сама лепшы адклаці на іншы дзень. Няблага праявіць разважліваць, асэнсоуваючы реальнае становіща справаў і старацца пазбягаць негатыўнага ўплыву звонку. Ні найлепшы час для актыўных заняткаў і паездак, лепшы заняться неспешными хатніми справами і адпачыць ўколе сям'ї. Махчым абвастрыння хранічных захворванняў, таму няблага будзе прыслухацца да сама адчування. Учаць вер 22-го чэрвеня па народным календары Кирыла. У народзе казалі, што на Кирылу зямля да сонца імкнецца, і такім чынам зазначалі дзень летняга сонцастояння. У нікатурых мясцовастях с Кирылы пачыналі сі на кос. А крамя таго, бягучым годзе на 22-го чэрвеня прыпадая дзесятнік. Чаць вер на дзесятым тыдні пасля Вялікадня. У нікатурых мясцовастях на дзесятнік не працавалі ў поле і агародзе, каб грат не пабіў раджай. Па православным календары 22-го чэрвеня імяніны ў Аляксандра, Івана, Кира, Кирылы і Мар'ї. У каталіков дзень анюла адзначать Паулина, Альбіна, Томаш і Ян. Альбіна, Томаш і Ян.